Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Кунин, руководитель Центра Рисованных Историй Российской Государственной Библиотеки для Молодежи. И я рад, что этот год заканчивается стартом нового интересного проекта со стороны нашего Центра Рисованных Историй, а именно мы запускаем в 2022 году еще один конкурс комиксов. Он посвящен очень неоднозначной фигуре в историческом, так сказать, контексте. Он посвящен первому российскому императору Петру Великому. И этот конкурс мы запускаем неспроста. Дело в том, что в 2022 году мы будем праздновать с вами 350 лет со дня рождения Петра Первого. И 9 июня, в день рождения нашего великого соотечественника, мы подведем итоги нашего всероссийского конкурса. Ну, вообще, надо сказать, что Петр Первый и рисованные истории, комиксы — это явления, далеко не чуждые друг другу. Более того, в 19 веке, можно быть уверенным, говоря так, в 19 веке Петр Первый был одним из ключевых героев лубочных рисованных историй. И вот я даже сделал небольшую такую подборку, сейчас я вам ее покажу и расскажу немного о том, как вообще в комиксах Петр Первый был представлен впоследствии. Вот так называется наш конкурс «Медный всадник», конкурс комиксов о Петре Великом. Вот сегодня, 24 декабря, мы начинаем принимать работы. Ну, конечно же, у нас на носу католическое Рождество, потом Новый год, потом православное Рождество. И все эти праздники, они, конечно же, переключат нас на какие-то свои темы, на какой-то свой лад. Но в следующем году, в январе, мы еще раз вернемся к нашему проекту о «Медном всаднике» и поговорим детальнее. Подробности я вам тоже всякие расскажу. А принимать работы мы будем вплоть до 1 июня. У нас останется буквально немного времени для того, чтобы все разобрать. Но поскольку этот конкурс будем контролировать мы здесь, в Москве, непосредственно, и вы будете присылать их нам работы напрямую, то, я думаю, сложности у нас никаких особых не возникнет. Так вот, возвращаясь к лубку. Это знаменитейшая лубочная история, как мыши кота хоронили. Есть безумное количество вариаций на эту тему. И в Русском музее, если я не ошибаюсь, в Петербурге некоторое время назад была огромная выставка, посвященная различным вариациям этой лубочной истории. Здесь я не буду вдаваться в подробности, поищите в интернете, что это за лубок такой, и вы узнаете много и много о нем интересного. И почему кот, и почему Петр Первый, и почему вдруг мыши, и кто это все такие были. Вот еще один интересный тоже пример о Петре Великом. В лубочных картинках, в лубочных историях, которые публиковались в XIX веке, было популярно рассказывать о подвигах Петра, о его неоднозначном поведении, о том, как он вообще выстраивал новую такую цивилизацию, в общем-то, новое государство, которое станет в один ряд с самыми ключевыми игроками на мировой арене. Впоследствии, конечно, возвращаясь к этому еще, вот такие вот варианты. Здесь, как вы видите, уже такой разукрашенный лубок. Лубок рисовался, печатался и красился вручную, поэтому здесь только намечали вот такие вот цветовые пятна, потому как не было времени заниматься детальной прорисовкой, детальным разукрашиванием этих страниц. Кстати говоря, в уже XX веке, в 90-е годы тоже появляются свои комиксы о Петре Великом. И вот такая вот книга вышла в издательстве «Прогресс» в 92-м году и статысячным экземплярами, статысячным тиражом она распространилась по нашей стране. И, кстати, эту книгу переиздали спустя время. Вот уже в 2020 году эта книга вышла в издательстве «Арт Волхонка». Вот авторы Игорь Вышинский и Борис Караджев. Вот обратите внимание на это издание. Что касается нашей комиксной аудитории, тех людей, которые участвуют в жизни комикс-сообщества, то Петр Первый тоже периодически всплывал. Но как-то так получается, что он все-таки не особо-то привлекает интерес у нашего читателя. Как будто бы это статическая такая фигура, существующая где-то там в прошлом. Хотя вот наши коллеги, это один из разворотов из книги о Петре Первом, который я только что вам анонсировал. Некоторые наши коллеги, вот ребята из Воронежа, например, они сделали свой такой пассаж в адрес Петра Великого. И здесь вот участвуют в этой истории некие вороны. Вороны такие вот с каких-то спальных районов, персонажи абсолютно некультурные. Хотя, тем не менее, они умеют писать рэп, то есть в поэтическом, так сказать, образовании. Их нельзя упрекнуть в его отсутствии. И действительно Петр Первый, он важная фигура не только в контексте Петербурга или каких-то центральных регионов, но и таких вот отдаленных, как, например, Воронеж. В каких-то регионах можно найти следы жизнедеятельности его последователей, каких-то ключевых его соратников и так далее. Это все тоже очень интересно, и об этом мы сейчас практически не вспоминаем. А зря. Вот в комиксе, который нарисовали ребята из Воронежа, они тоже таким краем глаза вспоминают о том, что вообще-то город своим существованием и своей историей обязан Петру Великому. И отчасти, так вот, краешком упоминают саму историю, как же он попал в Воронеж и почему в Воронеже стоит памятник Петру Первому. Но об этом я не буду говорить детально, это уж надо посмотреть сам Зин, в котором все это дело раскрывается. Что ж, возвращаемся к нашему с вами конкурсу. Как я сказал, я сегодня коснусь только основных моментов. Итак, конкурс у нас продлится с 24 декабря по 1 июня. Работы у нас посвящены, должны быть либо эпизодом из жизни Петра Первого, либо можно делать истории по мотивам литературных произведений, которые вы знаете о Петре Великом. Также могут быть и всевозможные фантазии, где главным героем выступает Петр Первый. Нам интересно было бы создать в итоге такую книжку, в которой мы покажем, а как же в нашей стране сейчас наша молодежь, и не только молодежь, поскольку мы не ограничиваем вас в возрасте, любой возраст автора может быть, и хоть вам 20 лет или 15 или 55, вы вполне можете участвовать в проекте. Рисуйте, рассказывайте, создавайте, мы будем только рады. По объему страниц тоже мы вас не ограничиваем, то есть может быть хоть две страницы, хоть одна страница и так далее. Мы будем оценивать по трем критериям. Первый – это, конечно, соответствие темы конкурса. Это должно быть связано с Петром Первым напрямую. И второй – вот эти темы я сейчас обрисовал вам три. Это первый момент, что должна быть четкая привязка к теме. Во-вторых, должна быть история, прочитываемая. Если мы читаем и теряемся в ваших размышлениях визуальных, то это сразу минус. То есть это должна быть интересная, увлекательная история. Так мы будем оценивать. У нас будет специальное жюри, в которое будут входить комиксисты и люди, связанные вообще с историей, исследованиями, связанными с Петром Великим, с его биографией. Этих людей мы тоже представим отдельно уже в январе будущего года. То есть вот связь с темой раз, сюжет, он должен быть интересным, прочитываемым, и, конечно же, рисунок. Вы можете рисовать хоть в черно-белой манере, хоть в цветной, как угодно. Стиль рисунка тоже может быть абсолютно любым, но главное, что этот стиль должен читаться. То есть мы будем смотреть на анатомию, мы будем смотреть на то, насколько вы умеете держать стиль. Поэтому если вы делаете такой детский рисунок, блестяще, но он должен быть классным. И, конечно же, наши эксперты будут на это обращать внимание. Стиль рисунка, умение его соблюдать, держать, сама история, ее читабельность и соответствие темы. Вот три основные критерия, на которые мы будем обращать внимание. Жанр. Вы можете нарисовать в любом совершенном жанре. Это может быть и детектив, и хоррор, да без проблем. Это может быть и какая-то любовная история. Почему нет? В жизни Петра такого было много. Но, конечно же, нам придется придерживаться возрастного рейтинга. Рейтинг мы ставим 12+, то есть никаких крамольных моментов, никакого насилия прям откровенного или каких-то девиантных сцен или какой-то прям такой грубой эротики. Этого ничего мы, к сожалению, позволить себе или, к счастью, не можем. Почему говорю к сожалению? Потому что я-то вообще за то, чтобы творческий полет был неограничен вообще ничем. Но есть обстоятельства, в которых мы существуем, и мы должны придерживаться определенных правил и определенных условий. Это условия одной из них. Ну и, конечно же, надо помнить, что Петр Первый – это строитель государства. Да, он неоднозначный персонаж, и много в его истории странных и темных мест, насчет которых существуют и легенды, и какие-то мифы, и байки, и так далее. Размышляйте об этом, конечно, тоже. Но, как я думаю, вы все прекрасно понимаете, история – это то, что уже случилось. Поэтому тут нужно размышлять с какой-то позитивной повестки. По крайней мере, мне бы так хотелось бы это видеть. Ну и еще такой нюанс. Наша русская или российская цивилизация, она не ограничивается рамками нашей страны. У нас масса соотечественников, живущих за рубежом. Есть люди, которые интересуются русской историей, русской культурой, и представители могут быть совершенно других культурных пространств. Так вот, мы сталкивались с такими обстоятельствами, когда объявляем конкурс, а нам пишут наши друзья какие-нибудь из-за границы и говорят, а мы бы хотели бы поучаствовать в вашем проекте, в вашем конкурсе, но мы живем за рубежом. Что же нам делать? Мы как бы вроде бы чувствуем себя относящимися к российскому какому-то пространству, но вот не являемся, согласно букве закона, российскими отданными гражданами России. Так вот, в рамках нынешнего конкурса мы решили и этот барьер снять. Соответственно, мы принимаем рисованные истории на русском языке или без слов. Эти истории могут быть созданы автором, хоть живущим в России, хоть в странах СНГ и бывшего Советского Союза, хоть любых стран Европы, Америки, Азии, Африки, откуда угодно. Если вам есть что сказать, если у вас есть интересный взгляд на Петра Великого, то мы будем рады вашим работам, откуда бы вы ни были. Вот главное, чтобы они были на русском языке, либо без слов. Конечно же, интересно было бы поразмышлять о том, какую роль сыграл Петр I в истории нашей страны и отдельных ее территорий. Хотелось бы поразмышлять о том, как он формировал флот, как строились взаимоотношения между Российской империей и другими государствами. И хотелось бы поразмышлять и о том, как он объединял российские земли. Мы знаем, что при Петре Великом была инициирована Великая Северная экспедиция, которую возглавил Витус Беринг, и впоследствии он обогнул всю северную границу России, добрался до самых дальних на востоке ее уголков. Все это безумно интересно. То есть наш конкурс, о котором сейчас я говорю, он предполагает хорошее такое погружение. Я уверен, что для библиотек, которые возьмут на вооружение наш конкурс и представят его у себя в своих залах, хотя бы информацию о том, что вот такой конкурс проходит, это хороший повод для создания какой-нибудь выставки. Ведь много-много материалов у нас имеется по Петру Первому. И было бы любопытно, чтобы посмотреть, как эти материалы, как эту литературу воспримут наши читатели, что они из нее вынесут интересного и как они это все дело смогут представить в виде, допустим, вот таких рисованных историй. А для самих комиксистов, для художников, здесь я призываю поучаствовать как начинающих авторов, которые хотят попробовать себя, так и авторов уже состоявшихся. Для вас, для всех это будет очень увлекательное погружение в тему, потому что и сам Петр Первый фигура очень интересная, связанная с огромным количеством легенд, баек, реальных историй, которые перевернули нашу страну. Также это и благодатное поле, визуальное, потому как там в те годы формировался новый, новая визуальная культура, новые визуальные коды. И у нас сохранилось безумное количество и фресок, и каких-то гравюрных изображений, отисков, да, по которым можно воссоздать эпоху. Поэтому призываю вас участвовать в этом проекте в следующем году. Итак, напоминаю, что наш конкурс состоится с приема работ с 24 декабря по 1 июня 2022 года, 24 декабря 2021, то есть с сегодняшнего дня мы запускаем, по 1 июня 2022 года. И вот здесь, на этом слайде крупными буквами обозначен наш адрес. Почему именно ПТР? Потому что Петр, Питер, да, вот есть эти вот такие коннотации странные, и можно тут запутаться. Чтобы не было никаких у вас сомнений, вот ПТР-350-собака-ргуб.ру. Это специальный почтовый адрес для конкурса. Мы будем ждать ваших работ. Надеюсь, что вы найдете удовольствие в работе с этой темой, и будем рады опубликовать по итогу сборник, посвященный Петру Великому. В январе, когда мы еще раз расскажем уже так более серьезно, более что ли официозно об этом проекте, я представлю вам партнеров нашего конкурса и, конечно же, страницу. Мы создадим уже к этому времени специальную страницу на сайте библиотеки, где и детальная информация будет по проекту, и также там вы сможете обнаружить и положение о проекте, и технические все требования на этот счет, какие работы, в каком формате, в каких цветовых профилях, если вы работаете в цвете, все должно быть. Ну и, конечно же, о том, что за издание будет и где мы его планируем размещать. Что ж, дорогие друзья, это мое выступление весьма краткое получилось, но тем и лучше. Впереди нас ждут замечательные праздники, и надеюсь, что они у вас у всех пройдут шикарно, восхитительно, с позитивом и хорошим настроением. И не забывайте о Петре Первом. Наша история, история России – это увлекательное пространство, в котором происходило масса всего неоднозначного, интересного, странного, волшебного в разные периоды. И здорово сейчас вспоминать, переосмыслять это. Понятное дело, что история – это история, мы ее переначать не можем. Но подумать о ней еще раз, вытянуть из нее какие-то яркие моменты, которые вам кажутся важными, вот это и интересно. Говоря о Петре Первом, конечно же, есть два полюса. С одной стороны, это регулярная армия серьезная, которая стала грозой для всего мира, это флот, который он создал. И таким образом мы стали на одну ступень с такими державами, как Великобритания или Португалия и другие страны, у которых был морской флот, стали заявлять о своих претензиях на какое-то, да, вот это вот все. С другой стороны, он сделал Россию европейской страной. А дальше возникают и другие обстоятельства, да, его отношение к традиционным каким-то таким традиционалистским явлениям в нашей стране, его отношение с церковью и прочее, прочее, прочее. Это все очень интересно, очень неоднозначно. И здесь, безусловно, самое важное, чтобы каждый из нас, как гражданин, как человек, для которого Россия – это не просто слово, не просто какая-то там территория, а это Родина, это наша страна, в которой мы родились, выросли и в которой нам расти. А для многих из нас это страна, которую нам развивать дальше, создавать ее, формировать. Об этом нужно помнить. Вот обращение к истории, чтение исторической литературы – это все как раз-таки тот базис, на котором строится наша с вами гражданская позиция. И без чтения, без обращения к источникам, этой позиции создаться никак не может, ей просто не с чего будет создаваться. Рисованная история, комикс – это, с одной стороны, что-то веселое, какой-то такой, может быть, в некотором смысле даже легкий взгляд на вещи, но, поверьте, это всего лишь первое прочтение, это всего лишь первый взгляд, когда мы с вами погружаемся в рисованную историю. Волей и неволей то, что мы видим, то, что мы прочитываем, оно продолжает в визуальном нашем с вами мысленном пространстве крутиться и крутиться, и в конце концов заставляет что-то прочитать, уточнить. И вот тут и начинается самое интересное, когда мы погружаемся уже в какие-то серьезные исторические реалии и получаем ответы на те вопросы, которые, может быть, в ином случае мы бы себе никогда бы и не задали бы. А эти вопросы и ответы на них, соответственно, влияют и на наше отношение к современной реальности и к тому, какой мы ее будем строить дальше. Поэтому, дорогие друзья-комиксисты, кто примет участие в конкурсе, отнеситесь к этому вопросу ответственно. Понимаете, что ваш рисунок, ваша история – это не просто шутка юмора, например, это еще и диалог, это посыл к читателю, молодому читателю, взрослому, неважно. Это предложение поговорить о чем-то. Подумайте, что в истории нашей страны, в Петровскую эпоху, что-то связанное с Петром Первым, вы считаете важным. Важным для обсуждения, важным для переоткрытия, что ли, да, переизобретения. Что ж, дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками, желаю вам хорошего здоровья для этих праздников, желаю хорошо их провести, хорошо встретить Новый год, а в следующем году фонтанируйте творчеством, творческими идеями, какими-то невероятными открытиями, и мы ждем их. И мы надеемся, что в наших стенах, в стенах библиотеки для молодежи, мы сможем представить этот проект и показать его всей нашей стране, а может быть, даже и не только нашей стране. Для кого-то публикация в этом сборнике, который мы готовим по итогам конкурса, будет первой публикацией, и это прекрасно. Для кого-то это будет еще одно подтверждение статуса, что вот, а для кого-то это станет интересным поводом для какого-то своего поиска. Ведь у нас до сих пор исторический комикс – это еще такое развивающееся пространство. Почему бы вам, дорогие друзья, не стать хедлайнерами этого исторического комикса, а начать можно с чего-нибудь элементарного, с чего-нибудь великого, например, с Петра Первого. Что ж, дорогие друзья, удачи и до встречи в новом году. До свидания.